Зелень и луковичные растения на приусадебных участках выращиваются постоянно. В особенности спросом пользуются чеснок, лук, петрушка, укроп и прочие растения. Нередко с посевами возникают проблемы, провившиеся в пожелтении, отмирании и засыхании листьев или подгнивании корней. В сегодняшней аудио статье мы детальнее рассмотрим, что делать, если листья у чеснока желтеют. На вопрос, что делать, если листья чеснока желтеют, можно ответить только разбираться в чем причина. Только после того, как проблема определена, она может быть устранена. А зимой чеснок желтеет чаще всего. Будем рассматривать проблемы с ним. Возможные причины пожелтения листьев чеснока. Промерзание растений в зимний период. Закисление почвенной смеси. Не хватает питательных веществ в земле, в частности азота. Нарушение режима полива. Болезни вирусного или грибкового происхождения. Паразиты. Выделив возможные причины, почему листья чеснока желтеют, мы можем приступать к решению проблемы путем выяснения, что делать в таком случае. Почва перемерзла зимой. А зимой чеснок может подмерзать почвенной смеси, не успев должным образом укорениться и запастись питательными веществами. Для того, чтобы листья чеснока не желтили впоследствии, семена нужно высаживать в начале декабря, при этом соблюдая технику посадки. Углублять на 5 см почву. Мульчировать грядки перегноем. Удобрять на толщину 7 см. Закисление почвы с чесноком. Закисление почвенной смеси негативно влияет на рост чеснока в ней. Чеснок лучше всего выращивать почвенной смеси с нейтральной реакцией. Кислотность лучше понижать, внося известь до 70 кг на грядку. Если почва средней кислости, то хватит всего 45 кг или 30 кг извести. Тоже важно не переборщить. После того, как грядки с чесноком удобрены и их нельзя перекапывать. Нехватка питательных веществ. Нехватка азота, калия, магния негативно сказываются на самочувствии чеснока. Если листья чеснока желтеют, то сразу стоит подкормить его азотом, после чего идти по нисходящей и вносить калий и магний. Как возможны недостающие элементы. Достаточно всего 15 г калия и 100 г магния на 10 л воды. Нарушение режима полива. Чеснок на участке нуждается в регулярном поливе, особенно в период с мая по июль, когда происходит интенсивный рост. Во избежание пожелтения листьев во время полива почву рыхлят. Болезни чеснока. К болезням, поражающим чеснок на участке, относят белый гниль, черную гниль, черную плесень, фузариоз. Для того, чтобы избежать их появления, необходимо проводить регулярную профилактику для почвенной смеси и семян. Обрабатывайте слабым раствором марганцовки, чеснок и грядки. Также поливайте последний раствором поваренной соли, 2 столовых ложки на 10 л воды. Паразиты на чесноке. Стеблевая нематода – это тот паразит на чесноке, который может вызывать пожелтение листьев. Что делать? Для того, чтобы предотвратить ее появление, не использовать органические удобрения, свежий навоз, соблюдать соседство, севооборот, предшественников на участке. Рядом с чесноком рекомендуется сеять чабер, мяту, кориандр, бархатцы, которые уберегут чеснок от нематоды. Подписывайтесь на наш канал и переходите на сайт. Спасибо, что были с нами и прослуживали сегодняшнюю информацию.